привет из тадзикистана привет я помню как ты сама клеила обои с маленьким ребенком ты умничка у тебя все получится спасибо большое спасибо зачем столько штукатурки на лицо где штукатурка нет ее видишь штукатурки сколько сколько штукатурки штукатурка лежит на стенах ты увидел мою стену на моем лице у меня лицо мне штукатурка тональное средство чтобы нравится себе мне нравится я делаю это для себя чтобы я кайфовала от своей от своей внешности называется корректор и тоналка твоя ой тоналка какая-то вот baby крем вот хром ты на пп частично да но я себе позволяю вредности я позволяю надо себе выбить алкоголь я иногда себе позволяю съесть чипсы выпить пиво но это иногда это не часто это не каждый день это два раза в неделю у меня такое бывает что я могу себе позволить расслабиться это нормально ты не куришь сейчас практически нет но кальян я могу позволить себе покурить кальян иногда электронку могу покурить но буквально две затяжки а так нет не курю потому что когда я курю у меня почему-то куда-то прям знаете как будто бы какая-то вот обессиленная что ли я не знаю как будто бы какие-то вот прям и как-то расслабляюсь и у меня пропадают куда-то силы мои вот когда я покурю вот именно когда я сделала затяжку все она какая-то появляется вялость мне сразу хочется в туалетку побежать куда-то облегчится я не знаю почему мне такую такая реакция на сигареты но когда я выпью я могу себе позволить и покурить но это не сигареты как правило самооценку не зашкаливает до самооценка у меня зашкаливает если не я подниму самооценку это кто ты что ли ты мне ее не поднимешь правильно правильно поэтому сиди там со своей низкой самооценкой и дальше смотри мой прямой эфир в принципе ты это уже и делаешь молодец так куда собираешься я сейчас буду я сейчас буду рассказывать про коронавирус я обещала же вам рассказать как у меня проходило лечение вот я сейчас собираюсь на stories чтобы рассказать хотя бы делать stories потом это было живу актуально чтобы не забыть вот чтобы быть красивой в кадре я это делаю и при этом я собираюсь чтобы зря свое время не терять одновременно провести эфир пообщаться с вами и рассказать про течение болезни я решила это все сделать расскажи я походу заболела ребятки смотрите мои stories вот stories все будет сашка сашка 59 10 пожалуйста перестанет память иначе я тебя исключу из своего прямого эфира первое предупреждение на второе предупреждение я блокирую сашка 59 10 услышь меня пожалуйста хватит память и не буду отвечать на этот вопрос тоже переболела и месяц назад ну да ну это неприятно очень у меня прям вообще ломила все кости и сначала не поняла что это там вирус это или нет причем что в истории болезни даже не пишут про то что это коронавирус гала и пил кстати галечка я для себя отрастила свои подмышки поэтому завтра жди меня к себе хоть и вот кого волновала судьба моих волосатых подмышек и моей киски волосатый вот завтра я пойду галя вот она здесь где-то здесь она галя и пил вот у меня кстати вот вот на рекламе мне на рекламе как будто ли я там косметолог ресницы начнут я не меня никогда мастеров вот в этом плане можете быть уверенным вот у меня никогда нет не бывает несколько мастеров вот я хожу кто как галя хожу только вот к одному косметологу хожу только к одному мастер по ресницам поэтому вот галя завтра будем будешь делать мне больно что делает сынок 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 лежит ножками играют так что галечка завтра я тебе принесу свою волосатую киску свои волосатые подмышечки будешь на мне отрываться так что подогревая свой воск вот завтра заходите галя на трансляцию в прямом эфире она это все будет у меня дело вырывать я вам покажу кусочек как это все делается так что завтра прямое включение у галя и пил завтра будем драть мне подмышки если вам интересно посмотреть как это все происходит пожалуйста в элком подписывайтесь сейчас галя и галя вам покажет как это все делается я не собирает снимать собираюсь возможно я верну и даже и свою прежнюю няню не знаю пойдет она на эту ставку или нет потому что у меня уже определенное доверие к ней выработалась вот мне как-то спокойнее когда она находится у меня дом возможно я верну и даяну не знаю пока еще я над этим еще пока что думаю мы знаем когда делается вай но вы никогда не видели как делают это мне вдруг там что-то особенное все он такой спокойно тебя сыночек всегда улыбается видимо от большой твоей любви к нему мой сыночек до всегда улыбается до вытянка моя а со мной по-другому нельзя со мной по-другому никак бесполезно со мной реветь со мной плакать тоже бесполезно дочку хочешь да я планирую еще двух детей а коли должанский тебе реально нравился николь должанский никогда не нравился у нас с ним всегда были сугубо дружеские отношения никогда у нас не было с ним интима какого-то я не знаю почему у меня приравнивает колю должанскому для меня это вообще непонятная тема и я не понимаю рофл в плане того что типа у меня что-то было с колей очень странно привет передай набережным челнам привет набережные челны кстати ребятки еще вот вы говорите там привет передай так далее у меня скоро будет услуга если кто-то хочет чтобы я поздравила кого-то с днем рождения пишите моему менеджеру она вам все расскажет и как я буду поздравлять с днем рождения если кто-то хочет чтобы я сделал это эксклюзивное поздравление с днем рождения ресницы не красишь нет ресницы не крашу яна шофеева нравится тебе яна шофеева да она приятная девушка она очень воспитанная интересная классная при том что у нее присутствует доля юмора не яна шофеева очень симпатично я ее люблю за то что у нее нету лицемерия она прикольная девчонка я бы с ней дружила бы если бы она была в москве я бы с ней дружила я бы с ней не знаю встречалась бы каждый день и куда-то с ней ходила привет из дагестана привет счастливое число я не скажу свое счастливое число привет ты прикольно на доме 2 не надумала идти кому идти на дом 2 она в жизни такая же красивая я надо привет а за галаева пред а за галаева привет все уже думаю а я не передает айси так передай перед азии думаю а я не так такая милая ты общись на красиво здравося благ спасибо капец не читает смс выхожу выходи так как думаешь что будет следующий в шоу холостяк были мне кажется да вы почему-то либо дава лепс а прикиньте лепс прикиньте лепс а прикиньте лепс будет блин ну давид вот я бы хотела давида видеть его в холостяке мне кажется было бы прикольно джонни джонни тоже вообще джонни тоже классные джонни прям вообще прям кайфовый но хотя лепс если лепс будет холостяке мне кажется только женщин нас не осилит уже у него уже все мне кажется может такой возраст нужно покой покой столько женщин если на него нападут димит красивое имя лично мне нравится а мне нравится доминик мне нравится сокращенно дом доминик если будет второй ребенок я вообще назову доминик а если бы дочка то назову ее каталея мне нравится имя каталея это вот какой-то такой цветок невероятный ой хочу детей еще хочу детей боженька дай мне еще троих детишек 4 детей хочу еще вот я намерен до 40 лет рожать еще рожать рожать и рожать но мне нужно найти конечно мужчину которого можно рожать вот я конечно себе выберу красивого породистого самца мне очень нужно чтобы мой самец был породистый вот прям такой коренастый вот желательно чтобы вы к шевелюра чтобы он такой волосатенький был мне нравится чтобы прям у него прям такой вот буду выбирать скорее всего за 35 потому что уже после 35 понятно полосеет он или не полосеет 30 32 года 35 лет вот нужно посмотреть чтобы молодых конечно же лучше не брать потому что ты еще не знаешь полосеет он или не полосеет а вот 35 плюс чтобы у него растительность была на месте вот вся чтобы у нас детки были красивые высокие породистого самца даже если это будет породистый бомж я согласна породистого бомжа я его социализирую от мои его сделаем с ним контент все покажу ему как надо зарабатывать и все будет хорошо главное чтобы дети были красивые так может наборы мужчины я кстати предлагала вот отцу ребенка что я хочу еще детей которые сейчас отец ребенка и говорю давайте по девочку давай еще там кого-нибудь вот он пока что конечно не решается но я говорю смотри какие красивые дети получаются но сейчас она немножко подрастет может быть мы с ним с пойдем все может быть и нет с ребенка породистый до породистый что несешь я несу правду я несу то что я считаю несу то что мне удобно если ты так не считаешь если ты не считаешь что отец ребенка должен быть не породистый дворняжка и если тебя не так устраивает то пожалуйста это твой выбор я считаю я хочу породистых детей красивых детей это твой выбор это твоя жизнь я конечно не претендую но я хочу я выбираю себе всегда я сплю только с красивыми а если только с красивыми только с высокими только с хорошими генами мужчинами я никогда не пересплю с лысым мужчиной не пересплю с мужчиной у которого там который ниже меня ростом, не пересплю с мужчином, у которого большой нос никогда в жизни, потому что, не дай бог, я от него забеременную, я не хочу потом некрасивых детей. Для меня это важно, да. Породистый, волосатый, видели, да, вот таких я люблю, вот и всё, вот я таких выбираю себе. Адеев породистый, Адеев, кстати, да, он неплохой вариант, но, блин, ну, очень, очень уж мне с ним, с Адеевом мне очень будет сложно. Я считаю, что вот если бы я родила от Адеева, забеременела бы от Адеева, мы бы с ним поссорились, мне бы потом не удалось как-то договориться с ним, чтобы он присылал какие-то алименты на ребёнка. У нас были бы очень сложные отношения, я бы, имея ребёнка, постоянно бы переживала, а пришлёт он мне алименты, не пришлёт, я не уверена в его заботе. Хотя на внешность, да, он симпатичный, но, к сожалению, отношения у нас с ним не сложатся, потому что на всё его, несмотря на всю его харизму, несмотря на какой-то его характер, мне кажется, нам будет сложновато. Любишь мужчин-кабанов или стройных? Ну, наверное, больше стройных, ну, то есть, чтобы в меру было, в меру. Чем кормишь мужа? Сейчас у меня это каши, молоко, смеси. Ты выбираешь породистых мужчин, а сама как женщина породистая? И если считаешь, что да, то в чём проявляется твоя хорошая порода? Да, я считаю себя породистой женщиной. Во-первых, у меня высокий рост. Во-вторых, у меня хорошие гены волос. У меня хорошие гены зубов. У меня на одном зубе нет кариеса. У меня достаточно красивые пальцы рук. Вот, у меня хорошее строение тела. Вот, я за собой ухаживаю. Да, у меня породистые черты лица. У меня всё чётко. Это не филеры, это никакие ничего. Это вот такая вот моя порода. Это моя отличительная черта. У меня идеальный практически профиль. Но если бы не было бы аварии, то было бы здорово. Поэтому я сейчас делаю себе коррекцию носа. У меня рост метр семьдесят семь. Я высокая девочка. Значит, нужно породистого и ответственного жеребца. Да, я хочу породистого и ответственного жеребца. Даже если он будет небогатый. Породистый не значит богатый. Породистый не значит, что я поведусь на деньги. Нет. Породистый жеребец — это вот всё в совокупности. Это чтобы он... Ну, как бы для каждого породистый мужчина... Для каждого породистого мужчина это... Ну, каждый вкладывает в это свой какой-то определенный смысл. То есть если я говорю про породу, кто-то может это воспринимать по-своему. То есть каждому должна была идти на пластику лица, расскажет операцию, когда теперь будет ещё её делать. Да, операция будет у меня вот скоро. Будешь татуировку сводить со лба? Да. Она уже исполнила своё назначение. Теперь татуировку можно сводить. Какая фамилия малыша и отчество? А-а-а, хитренький. Это информация платная. Чтобы получить эту информацию, пишите в мой пиар. И только через моего менеджера вы можете получить эту информацию. Эта информация эксклюзивная. Я никому её не рассказываю. Она исключительно платная информация, касаемая отца ребёнка и отчества ребёнка. Эту информацию я продаю. Бесплатно я её никому не называю. Привет, Селена, привет! Ты мужику врала своему? Нет ни разу, ни новому мужчине. Когда будешь начинать делать ремонт? Скоро? Совсем скоро. Просто врала. Нет, я не врала своему мужчине никогда. Ещё раз повторюсь, если ещё раз ты заспамишь такое сообщение, я с тобой не буду спорить, не буду с тобой ссориться, я тебе просто исключу из своего чата. Имей, пожалуйста, в виду, если хочешь продолжить со мной далее диалог. Так. Ты молодец, привет! Привет, Грозного! Привет! Есть близкие подруги? Да. Ползает Аллен уже? Да, ползает. Как имя малыша? Аллен. Почему отец Аллена не снимает вам хорошую квартиру? Пока что не знаю. Наглядно, Ксюшенька, Ксюшенька, миленькая, до свидания. Не заходите ко мне больше на эфир. Никогда. Никогда. Вот, до свидания. Всё, я заблокировала Ксюшу. Ребята, я ещё раз предупреждаю, будьте писать подобного рода сообщения, которые мне не нравятся. Одно предупреждение, дальше я вас блокирую. Потому что, к сожалению, Инстаграм поддерживает вот таких вот людей, как вы, у которых нету ни кола, ни двора, ни одной фотографии, которые пишете мне всякие разные оскорбления, пытаетесь вывести меня на эмоции. Не нужно пытаться вывести меня на эмоции. Я вам грубить не буду, потому что я не хочу получать жалобы, я не хочу блокировки своего аккаунта, поэтому просто тупо блок. И я на вас также буду жаловаться, чтобы у нас с вами были хорошие взаимоотношения, и вы понимали, где вы находитесь, и как вы находитесь, и так далее. Отвечаю на ваши вопросы. Так, отец хорошо относится к тебе. Да, хорошо относится. У тебя красивые глаза и зубы. Спасибо. Но я, кстати, буду делать себе брекеты, потому что у меня неправильный прикус. В детстве, к сожалению, родители упустили этот момент, потому что не было возможности заниматься моими зубами, были определенные сложности. Моей сестры, если за месяц у нее идеальные зубы, вот теперь я тоже хочу сделать себе зубы. Сложно было на Доме-2? Да, морально сложно. Селеночка, не обращай внимания на этих диванных критиков. Слушайте, вы знаете, вот раньше бы я не обратила внимания, с удовольствием бы с ними поссорилась, с удовольствием бы их послала куда угодно. Но, к сожалению, Инстаграм, Инстаграм, он не на стороне блогеров, у которых там по несколько тысяч подписчиков, понимаете? Почему-то Инстаграм на стороне людей, у которых даже нет ни одной фотографии. Почему-то Инстаграм на стороне людей, у которых непонятный какой-то блог. Почему-то Инстаграм на стороне людей, которые вообще из себя ничего не представляют. Они просто вот, они вот, почему-то Инстаграм на стороне людей, обиженных людей. Не знаю, почему Инстаграм на стороне вот таких вот людей. Не понимаю. И удаляют блоги нормальных блогеров. Но, понимаете, мы люди, которых не сломить, мы заново создадим свои аккаунты, мы и дальше будем продолжать свою жизнь. Но почему-то Инстаграм не учитывает эту политику, к сожалению. И поэтому приходится теперь, когда мне теперь каждый раз пишут какие-то обидные комментарии в сообщениях, в директе, желают каких-то плохих вещей или говорят каких-то плохих вещей, я просто кидаю жалобу, всё. Я не завелась. Нет, я не завелась. Я нормально общаюсь. Как думаешь, почему тебя много человек онлайн смотрит? Потому что я интересная, потому что я умею отстаивать свою позицию, потому что есть люди, которые, возможно, не умеют отстаивать позицию. И когда они смотрят мой эфир, они набираются уверенности в себе, они понимают, что можно спокойно, без крика, без ора отстаивать свои позиции и говорить всем до свидания. Вот, я поэтому думаю, что меня смотрит. Я интересная личность. Все бы, некоторые люди хотели бы быть такой же уверенной, как я, набираться у меня опыта, хотели бы добиться каких-то успехов в своей жизни. Я, да, я согласна. У меня пока что не закончен ремонт, пока что у меня там каких-то моментов нету. Но я постепенно-постепенно иду к своему успеху. Ты скучная, Карамелька. Вот ты говоришь то, что я скучная, но тем не менее ты продолжаешь смотреть мой эфир. Тем не менее ты хотела дождаться мою реакцию. Вот, ты сказала, что я скучная, ты меня оскорбила. Поэтому, Карамелька, до свидания, ты заблокирована. Теперь иди в более нескучный эфир, а не пиши мне здесь какую-то офигню собачью. Так, дальше, поехали. Скучная ты личность. Два раза написала. Зачем? Отвалил тот парень, который проходил по поводу квартиры, бабушка, которая послала... Да, отвалил, пока что отвалил. Да, что правда, что правда, самооценка у тебя на высоте. Мне бы такое. Спасибо. Ой, лучше, спасибо. Карамелька, до свидания. Да, Карамелька, до свидания. Вы классная, спасибо, спасибо, мои хорошие. Передай Марине привет, пожалуйста. Марьянна, привет. Передаю тебе большой привет. Так, как малыш? Больше не было температуры? Нет. Слен, ты красивая? Спасибо. Слен, привет. Я очень рада, что вы поправились, переживала. Спасибо большое. Кушаешь макароны? Да, кстати, макароны. Касаемо макарон, очень хороший вопрос. Да, макароны я кушаю, но макароны должны быть, первое, либо из рисовой лапши, либо из гречневой лапши, либо они должны быть из твёрдых сортов пшеницы. В них не должно быть первого сорта. То есть, где вы видите высший сорт, вот то кушать можно только исключительно там в очень редких случаях, там, когда они там по выходным, когда у вас читмил. То есть, макароны всегда берёте твёрдых сортов, всегда. И слегка их не довариваете, чтобы они были аль денте, чтобы не было вот этого вот клестера. Вот, так что такие вот пироги. Накрученные подписчики у тебя, считаешь, нет? У меня не накрученные подписчики, вот. Если бы у меня были бы накрученные подписчики, то со мной бы не сотрудничали рекламодатели. Каждый рекламодатель, он, прежде чем взять себе блогера на рекламу, он смотрит на подписчики, на количество подписчиков, на количество активности в твоём профиле, на количество накруток. Это очень важный момент. Кстати, скоро у меня будет марафон касаемо этой темы, касаемо моего блога, касаемо рекламы и так далее, тому подобное, касаемо приведения себя. В общем, я решила стать лайф-коучем. Я знаю, что и кому надо делать. Я умею распознать, например, я могу взять человека и в этом человеке развитить его самые сильные стороны и направить его по тому направлению, которое он может делать. Вот, поэтому я сейчас учусь на психолога дополнительно и уже буду запускать свой марафон, который будет называться «Селеницы лайф». Вот, всё, что я даю сейчас, то, что я сейчас даю какую-то информацию вам, эта вся информация, она будет в марафоне. Ну, тогда уже марафон будет платный. Сейчас информацию вы можете просто к меня впитать, и это бесплатно, я вам её даю. Но я и эта же информация будет в марафоне. Вот, поэтому в ваших интересах приходить ко мне на эфирах, смотреть мои сторис, чтобы как можно больше, чтобы как можно больше впитывать информацию. Цена будет доступной? Да, цена будет доступной, конечно. Не, но если, например, нужно какой-то индивидуальный разбор, индивидуальный разбор человека как личности, например, живёшь ты себе где-то там в какой-то там деревушке, да, и ты не знаешь, чем тебе заняться, куда тебе идти, вообще с чего начать. Это вот огромная проблема человека, когда человек не знает, с чего начать. Вот он живёт свою жизнь, и вот он хочет быть успешным, но не понимает, с чего начать. То ли ему начать спортом заниматься, то ли ему там на работу пойти. И я помогаю в этом во всём разобраться, потому что сама эту школу, сейчас на данный момент я её прохожу, и я понимаю, что к чему и как. Тем более, что у меня за плечами огромный опыт работы в найме персонала, и я хорошо разбираюсь в профориентации определённого человека. Могу распознать, какие качества позволят тебе выйти на тот уровень, который ты хочешь, потому что, в принципе, сейчас я к этому иду. Как похудеть? Я тебе писала. Ребятки, про похудение. Всё очень просто. Каждый день выполняете упражнения, каждый день, каждый божий день. Вы встаёте с утра, завтракаете, идёте в туалет, чистите зубы, завтракайте, если вам сложно заниматься на голодный желудок, завтракайте, занимайтесь своими делами, проходит час и начинайте тренироваться. Всё очень просто. Просто каждый день вы занимаетесь. Почему каждый день? Потому что, чтобы вам войти в режим, и чтобы ваша жопа перестала быть ленивой, нужно делать упражнения каждый день. Через неделю вы увидите результат. Когда вы увидите результат, вам больше не захочется лениться и не захочется больше как-то забивать на себя. Всё приходит с тем, что когда ты видишь свои первые результаты. Даже, например, если ты там где-то работаешь, когда заработал свой первый миллион, тебе больше не хочется спускаться на уровень ниже. Ты хочешь добиваться уровня выше. Любые упражнения. Ребят, хорошо, я вам покажу, какие упражнения я делаю каждый день. Во-первых, каждый день я делаю пресс. 60-80 раз я делаю пресс. Можно делать одним залпом, можно разбивать на 4 сета по 20. Поняли, да, что такое 4 сета по 20? Это 20 прокачал, минуту подождал. 20 прокачал, минуту подождал. Значит, чтобы живот был плоским, нужно ему просто втягивать и качать пресс. Дальше. Чтобы у вас не было ушек, не поверите, вам достаточно взять какую-нибудь опору. Вот, можно взять опору, можно взять. Можно пылесос взять, можно стул взять. Я иногда пользуюсь кроваткой Алины. И просто вбок, вот, вы поднимаете, опускаете ноги. Можно, кстати, с утяжелителями. Так вы делаете на одну ногу 60-80 раз. Потом на другую ногу делаете, вы также поднимаете 60-80 раз. Каждый день это делаете, обязательно каждый день. И у вас уйдут ушки. У вас они меньше станут эти ушки. Вы это увидите. Вы похудеете здесь. Потом я делаю 40 отжиманий. Ну, у меня по сетам, я пока много не могу делать отжиманий. Ну, то есть там по 15-12 раз передышка. Всё. Это чтобы руки были худенькие. От того, что вы отжимаетесь, руки не растолстеют. Они не накачаются, они наоборот похудеют. Потом делаете ягодичный мостик. Ягодичный мостик делаете 80 раз. Всё. Вот начните хотя бы это делать каждый день. И вы увидите результат. Результат вы увидите уже через 5 дней. Просто на следующий день, конечно, вы не увидите результата. Но через 5 дней вы увидите, как ваше тело начинает преобразовываться. Как вы только увидите результат, не бросайте, продолжайте это делать. Я так поделала 4 дня, 5 дней. У меня уже вот такой результат. Свои бы для начала убрала. Я убираю свои. Исаева, я убираю своё хорошенькое. Я же говорю совет. Мне спрашивают совет. Я говорю. Я работаю над собой. Я показала результат. Исаева, ты тупая. Зачем такие вещи писать? Показывать своё эго? Пытаться как-то облагородиться за мой счёт? Моя хорошая. Не получилось. Не фартануло. Так что... Иди-ка ты. По добру, по здорову. А то сейчас твоя самооценка упадёт ниже плинтуса. Придётся тебе потом её как-то пытаться нарастить. Не получится у тебя при всех меня здесь опустить. Ой, обожаю. В блок её. Сейчас она чём-то напишет. Я её заблокирую. Подождите. Ягодичный мостик это как? Спину не открывать от попу. Лежите просто на полу и поднимайте попу кверху. Всё. Можно не утром это делать, можно вечером. Потому что у каждого... У каждого... Да, мой сладкий. У каждого свой режим. Вот у каждого человека свой режим. Кто-то может утром заниматься, кто-то вечером. Я, например, могу даже разбить эту тренировку на весь день. Размотать её. То есть я могу с утра сделать 20 приседаний. А ещё приседания. Ещё приседания обязательно. Приседания. Вот. Приседания нужно делать. Вот. Если у кого-то не получается приседания, у кого-то проблемы с коленями, можно заменить на другую альтернативу. Вот. Можно встать на четверенки и поднимать ноги к полу. Всё. Я качаю заднюю поверхность бедра. Я качаю, чтобы не было ушек. И я качаю, чтобы не было... Там что-то ещё... Ну, не было... Дряблости кожи. Всё. В течение дня делайте это каждый день. Каждый Божий день. Ничего страшного, если, например, бывает такое, что есть же мамочки, да, которые, например, делают подход. И, например, там, ребёнок начал плакать, она побежала, отвлеклась. Самое главное – доделать упражнение. Даже если был большой перерыв. Всё равно делайте. Всё равно делайте, даже если был большой перерыв. Али, бусинка моя. Ну, а что ты куркаешься там? Как живот убрать? Втягивайте. Втягивайте его. Постоянно втягивайте. Смотря какой живот. У вас что? У вас там жир. Или он просто у вас задумается. Живот же бывает разный. Качайте пресс. Начинайте качать пресс, чтобы мышцы сжирали этот жир. Не ешьте на ночь большое количество углеводов. Слен, делаешь какие-то упражнения для лица? Нет, я делаю только массаж для лица, и то очень аккуратно. Лицо лишний раз я не трогаю. Вакуум не практиковала? Практиковала. Очень хорошее упражнение. Лицо как привести форму, такие скулы у тебя. Ребят, похудеете, похудеет лицо. Всегда, когда человек набирает вес, у него толстеет и худеет лицо. Кстати, вот если постоянно набирать массу и худеть, то лицо будет выглядеть очень старым. Потому что кожа растягивается. Обухать на ночь можно? Нежелательно. Иногда можно. Ну вот я говорю то, что там два раза в неделю можно позволить себе прибухнуть. Но просто если вы там пьете алкоголь так очень обильно и так далее, потом очень сложно восстановиться. Вот я для себя заметила то, что после вечеринок таких вот алкогольных очень сложно прийти потом в режим. Что худеет в первую очередь? Худеет в первую очередь лицо и верх, попа и ушки и ноги худеют в последнюю очередь. Очень тяжело. Но понимаете, у каждого человека свое строение тела. Вот если у вас от природы постоянно все откладывается в живот, то это и будет в первую очередь у вас набирать вес. Да, уж лучше исключить. Ну, ребят, если вы иногда позволяете себе выпить, ну, выпивайте, ну, просто чтобы это было в умеренных количествах. Понимаете? Вот даже то же самое и еда. Если вы будете переедать, конечно же, вы поправитесь, потолстеете. Если вы будете бухать постоянно, как черт последний, то, конечно же, вы там, я не знаю, потом у вас будут проблемы с почками. Если вы будете курить, как паровоз, у вас будут проблемы с легками. Все должно быть в меру. Все должно быть в меру. В зависимости от того, сколько вы хотите еще прожить. Какие на руки упражнения, если не отжимания? Гантели. Купите гантели себе по 2 килограмма и качайте трицепс. Или вот так вот. Например, если, например, у вас нет гантелей, если у вас нет гантелей, то можно просто вот постоянно держать руки в напряжении. Укрепляйте мышцы. Можно, например, в планке встоять. Упражнений куча. Можно делать велосипед. Взять там и вот так вот делать. Можно боксировать. Срединка тоже норм для ног, да? Тоже норм. Не обязательно, блин, я просто не люблю все вот эти вот атрибуты. Я не люблю резинки. Мне некомфортно заниматься с этими резинками. Не нравится мне заниматься с резинками. Я упрощаю себе. Все максимально упрощаю. Я занимаюсь дома. Я не покупаю никакие абонементы в зал. Они, в принципе, не нужны, эти абонементы в зал. Я вообще планирую на днях купить себе беговую дорожку и бегать себе в удовольствие. Я не люблю велосипед. Вот терпеть не могу тренажер и велосипед. Я знаю, что я на нем заниматься не буду. Мне о нем лень заниматься. Вот я себе хочу приобрести тренажер-дорожку и вот на нем я буду ходить и на нем буду заниматься. Все. Этого мне достаточно. Зачем мне куда-то ходить, какой-то на фитнес и еще что-то. Я выхожу на улицу тупо прогуляться. Я даже за продуктами не хожу никуда. У меня все на доставке. Я заказываю все домой. Семь, как бороться с ленью. А вот когда ты дойдешь до критической точки, тогда лень сама собой уйдет. Я просто в одно время дошла до критической точки, вот прям до критической точки, когда я понимала, что все, ну дальше вот куда еще ниже. И после этого я поняла, что так больше нельзя. Вот я захотела в своей жизни. Я начала постепенно ее менять. Не получится сразу вот взять и вот ты вот поменяла. Нет. Все должно быть постепенно. Кто-то может с разбегу, как говорится, в воду кинуться. А кто-то, чтобы войти в эту воду, должен привыкнуть. Вот вы должны привыкнуть просто к этому, к кому. Это не лень. Просто вам надо привыкнуть. Причем, что нужно еще понимать, чем вызвана эта лень. Вот чем она вызвана конкретно. Почему вы ленитесь? Почему вы не хотите заниматься спортом? Почему вы не хотите заниматься собой? Что с вами происходит? То есть это еще очень тонкий психологический момент. Понимаете? То есть вот это вот не работает, когда говорят, типа, что-то там расселось. Давай, пошла туда-сюда. Это очень тонкая тоже психология. Ну, просто бывает, что вот, ну вот реально. И бывает такое, что типа, блин, зачем я худею? Зачем я худею? Ну, вообще, для кого? Для чего я худею? Ну, мне, в принципе, вот так нормально. А вот вроде бы с Зинкой села, там, съела пирожок. И вроде как беседа удалась. И Зинка не ругается на меня, которая там эти пироги постоянно точит, худая. Вот ничего с ней не происходит. Вот почему Зинка уплетает пироги? Один за другим и не толстеет. А я что, так не могу? И вот ты тоже начинаешь так же уплетать, но Зинка по-прежнему так же и не толстеет, а ты так же и продолжаешь набирать свой вес. То есть это всё психология, а также ещё зависит от того, какие люди вас окружают, почему эти люди окружают, почему вы с ними общаетесь. То есть это большой-большой разбор. То есть нельзя дать информацию сразу на всех людей, чтобы она всем подошла. С каждым человеком нужно разбираться индивидуально. Ведь у каждого человека своя проблема. Ну, точнее, у каждого человека разные совершенно проблемы. Я не могу дать какой-то вот универсальный какой-то эликсир. Зинка втихаря качается. Ну вот, Зинка, да, она может втихаря качаться, а за твой счёт утверждаться и говорить, что типа «А вот я не качаюсь, я вот такая худая», а сама втихаря там наворачивает круги или трахается со своим женьком. А ты и думаешь такая, думаешь «Ага, ну вот». Зинка просто так такая худая. Так что не будьте дураками. Тем более, что подкачаться ещё никому не этот. «Бывшая, как дела?» «Уманский, привет!» «Мне 13 секунд до конца эфира. Привет!» «Ты на остатки пришёл?» «Восемь секунд?» «Семь секунд?» «Всё, Никита пришёл?» «Всё, пока, Никита!» «Мне 13 секунд до конца эфира»